Кривляться перед вами не захочется, и вот я радостно захочу. Поэты Серебряного века прямо перед нами. Маяковский, Ахматова, Цветаева, Блок, Пастернак и, конечно же, Есенин. Трудно поверить глазам, эти люди не актеры, а ветераны предприятия. Людмила Синокосова не раз выступала в роли поэтессы Зинаиды Гиппиус. Современники называли Зинаиду реальной ведьмой и декандерской Мадонной за своеобразную красоту, острый язык и смелость. Выходит старшка вперед и запищала, заговорила, разъянув клюв из супер-бров. Ну что ж, неплохо, ведь я украла у двух любовников любовь. Почему именно такая роль? Ну, потому что очень понравилась сама женщина. Во-первых, очень умная, оригинальная, неординарная, красавица, поэтесса. Ну, как не понравится? Ветераны настолько вжились в образы, что даже вдохновленные зрители вышли на сцену прочесть стихи поэтов Серебряного века. Ну и, конечно, от такого выступления все были в восторге. Прекрасное мероприятие. Я уже второй раз хожу и с восторгом смотрю, слушаю и переживаю за наших девочек и мальчиков тоже. Знаете, после просмотра всего этого хочется достать томик стихов и начать читать. Чего-то даже вот и запоминать, и где-то, может быть, в следующий раз и выступать. Мероприятие поэты Серебряного века проводится уже во второй раз. Раньше творческие пенсионеры выступали на базе совета. Желающих посмотреть было много. Поэтому в этот раз корпоративный музей «Азот» принял творческий коллектив в своем более просторном помещении. Надеемся, что на этом литературные встречи не закончатся. Алина Дудина, Кирилл Яранцев. Наши новости.